Владимирская область Владимирская область Владимирская область Вот они достраиваются второй этаж. Вроде какое-то движение есть. Будем надеяться, что что-то будет. Сейчас что-то хотя бы работает, видно. А до этого я ходила в садик за ребенком. Все было тихо, ничего не работало. Наверное, все-таки возобновили. Будем надеяться, что все-таки построят нам школу. Новый подрядчик, московская компания ОЭМ, должна исполнить контракт к 20 декабря текущего года. В настоящее время в первом блоке здания школы на 100% выполнена кирпичная кладка стен, установлены окна и утеплен фасад. На 50% завершены работы по созданию кровли, по организации теплоснабжения и электроснабжения. Во втором блоке школы также полностью возведены стены. На 70% выполнены сантехнические работы по прокладке стояков ливневой и бытовой канализации и электромонтажные работы по прокладке внутренних кабельных линий. В заключительной стадии установка окон. Наполовину выполнен монтаж фундамента третьего блока здания. В четвертом блоке школы практически завершены работы по установке фундамента и перекрытия подвала. На 60% выполнена кирпичная кладка стен первого этажа и на 15% второго этажа. На 70% завершены работы по оборудованию ливневой и канализации. Школа должна быть достроена в срок и она очень ожидаема на сегодня в городе Владимире. И не только в одном микрорайоне, где она находится, поскольку это должна быть школа современная, оснащенная, в которой будет качественное образование наших детей. Как будет выглядеть новая школа изнутри уже примерно известно. В августе делегация Владимирской области во главе со Светланой Орловой побывала с рабочим визитом в Великом Новгороде, где посетила школу имени Гавриила Державина. Первое новгородское учебное заведение, построенное по федеральной программе. Представителям 33-го региона показали учебные классы, мастерские и лаборатории. Уровень оснащения наш губернатор взяла за образец. Например, кабинет труда для девочек. Кухню оснастили. Мы сейчас-то еще не выставили все, но оснастили вот полностью. То есть обычная квартира, обычный дом. И при этом вот они учатся готовить, серверовать. Это правильно, это они вообще ничего не готовы. Они делают полностью. Ни посуду, ни помыть. Да, совершенно верно. Также понравился кабинет робототехники. Именно здесь подрастающее поколение сможет развить задатки узкого специалиста. Хотим вести здесь три направления. Я хочу вести, вот три направления совещался, мне дали добро. Сетевой системы администрирования. Я сетевой инструктор. Интернет вещей. Это вот ардуинты там сзади лежат. И раз берем, уже заказаны, скоро приедут. И робототехника. Достроить школу к концу декабря руководители профильных ведомств называют делом чести. Особенно теперь, когда ситуацию контролирует лично губернатор. Еще одна тема из зеленой папки – газификация. Трубы прокладывают, однако до людей голубое топливо якобы не доходит. Препятствия создают чиновники на местах, предположил Владимир Путин. Местная власть ведет себя непоследовательно и непонятно, какие предъявляются требования. То говорят, что нужно заплатить 20 тысяч, то 30, то 37. Итог совсем другой – это город Вязники. Посмотрите сразу, что он поможет. Уже после встречи с президентом выяснилось – темпы газификации области плановые. В проблемную Вязниковскую территорию газ пришел 15 сентября. Торжественный пуск жители деревни Ерофеева отмечали как праздник. Играла гармонь, звучали песни. Тепло, уют, горячая вода. Знаете, и не только это, еще и экономия. Экономия, потому что газ гораздо дешевле, чем вот тот тариф, который до этого вы платили, когда была мазутная котельная. И, вы знаете, радостно присутствовать на таких мероприятиях. За нас, за жителей. Говорим, что в России деревни умирают, а вот мы с вами, приводя газ в деревни, даем новую жизнь вашей деревне и привлекаем людей, молодых, чтобы они приезжали. Деревня-то какая красивая, природа необыкновенная. Уже в нынешнем году начнут проектировать газопроводы до поселка Степанцево, деревень Позняково, Большое, Высокого и Малое, Высокого, а также межпоселкового газопровода деревень Сергиево-Горской зоны. У нас Пустовская зона будет газифицирована. И в четвертом квартале, то есть уже практически сейчас, в ближайшие месяцы начнется проектирование газопровода. Кроме того, в городе мы эту работу в следующем году выполним, строительство этих газопроводов начнется уже в 2018 году. В четвертом квартале два газопровода еще начнут проектировать, в следующем году еще шесть газопроводов. То есть, представляете, да, в общем-то, по сравнению с тем, что было до этого и сейчас, в ближайшие 2-3 года, планов, как говорится, громадье, и я думаю, они все будут реализованы. Третья тема зеленой папки – участки для многодетных семей. Положен земельный участок, как многодетные семьи. Хотели оформить участок, сказали, что дают только малым мужчинам, но не многодетным. Как пояснил в эфире нашей программы на всю Владимирскую вице-губернатор Михаил Колков, согласно областному закону, право на получение бесплатной земли предоставляется многодетным семьям, поставленным на учет получению жилищных условий и не менее трех лет проживающим на территории региона. В данном случае речь шла о том, что муж проживает, а вот жена, ребенок, они этого подтвердить не могут. Ну, кто вот в этой ситуации может это сделать? Можно с помощью решения суда установить факт совместного проживания семьи постоянно на территории области в течение трех лет. Сейчас исходим в первую очередь из фактического состояния дела. А фактическое состояние дела заключается в том, что семье надо помочь. По данным на 1 сентября, всего в регионе изъявили желание получить участки 2787 многодетных семей. 2331 семья землю получила. 418 стоят на очереди. Наконец, четвертая тема – экология. Жители Покрова и Петушков пожаловались президенту на горы мусора, которые в Петушинский район вывозят из Подмосковья. С 6 сентября этим вопросом занимается районная прокуратура и природоохранная прокуратура Владимирской области. Соответствующие обращения направили местные власти. Очевидцы, которые убирали мусор, предполагают, что отходы под Покров свозятся из Дмитровского района Московской области. В Навалах найдены чеки из магазинов той местности. Разобраться обещают со всеми – и с москвичами, и с владельцем территории по статье «За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления веществами, разрушающими озоновый слой или иными опасными веществами». Оксана Котова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.